йо-йо-йо здорово народ диман масл с вами прямое включение сегодня мы продолжаем мониторить авито в поисках самого дешевого выгодного по соотношению цена-качество с 23 ультра а для тех кто не хочет лазить по авито и нарваться на хриловенький товар мой telegram по ссылочке в описании каждому видео с полностью проверенными устройствами однако даже у меня сегодня произошла вот какая ситуация и так рассказываю значит человек купил у меня fold несколько дней назад он был прекрасен он начал вежливо слов что злить извините что отвлекаю выходной день купил у вас недавно новый fold 5 уже прошла неделя с момента получения пока отправлял я виду доставкой и только сейчас он заметил что на каких-то фонах на каких-то фонах есть вот такой вот темная пятнышка видите она то есть то нету то есть то нету короче говоря и соответственно я говорю но я все прекрасно понимаю но я телефона диагностирую я точно знаю что он не вскрывался соответственно мусора там на линзе которые могут повлиять как-то да и добавить за черное пятно там быть по идее не может более того ну может быть доставка где-то как-то тряслось может быть ваше использование неделю хрен его знает короче я отправляю его в сервисный центр для начала хотя бы убедиться что случилось говорю так если сервисный центр выяснить что телефон скрывался до или имеет какие-то неисправности то я очевидно признаю что точно мой косяк по где-то там телефон ремонтировался я этого не заметил мусор налетел всякое бывает он сносил сервисный центр и говорит мне сейчас секунду на новой черемушевской 57 это у них авторизация samsung сейчас мастер смотрел получается это дефект ну скорее всего вызван не знаю каким фактором они готовы мне предоставить акт что это не мой косяк грубо говоря и не песчинка там ничего и телефон естественно не скрыватый ну разваливается короче говоря стоимость ремонта 8 500 вот 600 рублей акт если опять-таки если ты заднюю даешь то смысл тогда мне делать я просто плачу из своих денег ну конечно репутационные я отзыв оставлю из негативные или виду не думаю ах ты вонючий гаммаж хочешь мне оставить плохого за за что то что в пункте вытащи ты не проверил камеры хотя первое мое видео проверки телефона говорит о том что проверяйте камеру берите в пункт выдачи powerbank включать телефон он был заряжен это и так в дополнительную также пункте выдачи проверить ему никто не мешал и спустя неделю ты обнаружил пятно почему-то я типа должен был его обнаружить за 30 минут своей проверки а ты неделю не мог обнаружить это пользу с этим телефоном но не очень логично я уверен что пятна там не было на метод правки возможно при доставке что-то где-то растряслось и какой-то мусор внутри телефона туда попал хрен его знает как это возможно потому что даже официальным сервисном центре сказали что не знают откуда чем это может быть вызвано и же телефон не скрывался но поскольку чувак начал мне написывать что я оставлю походе а причем здесь это если не давал за все что ему до этого писал это сходить официальный сервисный центр из докажите мне что телефоном что-то не так вот но при этом пополам ремонт 8 500 он соблатить не соглашался и просто мне такое ставлю плохую дайте его нахрен со своим отзывом и его после этого забанил а вечером я захожу на свой авито и вижу что человек то одумался и оставил мне отзыв на 5 звезд но рассказал что телефон хороший что заказал чехол и защитное стекло который для попользовался попользовался и соответственно телефон был тут же доставлен как резону гилеру специалист которого смотрел телефон и вынес приговора замене основной платы поэтому совершая покупки внимательно осматривайте телефона наличие дефектов при том что в моем случае а заводской брак неизвестный привозок как это пыль и результат удара понимаете камера работает исправно она фокусируется на немец дефектов она родная телефон не скрывался по оборудованию у меня было все чисто и соответственно это не пыль и не резать не результат удара так что что это вообще непонятно и соответственно они он пишет что типа не перекладывать с большим количеством подписчиков и каналов на youtube все проверил человеческий фактор никто не отменял при таком большом потоке ну и конечно же поток большой и рассматривать супер внимательно камеру каждого телефона не могу если вы меняли я бы видел их по оборудованию если телефон скрывался я увидел это по оборудованию а то что пятно там иногда видно иногда не видно на определенную цвету видно на определенные конечно же такие вещи могу не заметить и как только я увидел этот отзыв я сразу же ему написал в авито спросил куда компенсацию скинуть потом соответственно также ему написал в телеграме он сказал мне свой номер я снова компенсацию все ремонт полностью оплачен вопросов нет поэтому всем на будущее если вам говорю докажите мне проблему с телефоном а чайдете официальный сервис доказывайте проблему с телефоном если я говорю что косяк исправишь косяк исправим меня сразу начать бузить наглить что-то там рейтинг пытаться портить мне на этот рейтинг искал посрать у меня уже снова профиля нету я каждый месяц буду вам показывать отчет по своим отзывам этот месяц и потом переезжать на следующий профиль вот и все так что проблем никаких нет вот такие вот дела и соответственно за то что человек несмотря на то что я изначально его уже был готов послать и не компенсировать ничего потому что говорится кто лох тот пол заметил спустя неделю откуда появилась пятно хрен его знает телефон не скрывался я не виноват тем не менее он все равно оставил положительный отзыв что телефон приехал оригинальный и он доволен был все равно как не странно ну раз человек доволен то найдешь на общий жить цик я ему скинул все деньги на ремонт также думал конфликт полностью исчерпан дальше мы с ним еще немножечко пообщались на тему того что я был бы не против чтобы он дополнил отзыв тем чтобы что как бы что 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 деньги на ремонт уже скинули он стал чтобы добавить не вопрос но типа можно только удалить отзыв новые правила авито и соответственно сейчас можно либо удалить а если удалить то новый отзыв написать уже не получится поэтому он сказал удалить или оставить вы доставьте как есть пускай и правда остается типа вам решать ну да ладно вот такая вот предыстория к покупке телефонов это говорит о чем что всегда нужно проверять телефон внимательно что если он заметил это в пункте выдачи точина что он бы сделал просто отказ а я уже разбирался с доставкой и в любом случае эти 8 500 не проживут платить не мне и ему и все были бы счастливы а так телефон забрал неделю на тебя до меня косяков никаких не было с телефоном у тебя он появился заметил его ты когда он появился до хрена у тебя в доставке падение непонятно так что в таких ситуациях конечно же нужно в первую очередь винить свою невнимательность и разумеется не наезжать на продавца мы найдем общий язык ладно все это все лирика поехали значит мы заходим сегодня на авито в прошлый раз мы искали samsung galaxy s 22 ультра в этот раз мы будем смотреть всякие не хромовидные samsung galaxy s 23 ультра так конечно же по низу рынка понятно что там вниз рынка составляет хлам восстановленный лизинг телефоны с пятнами на камерах мы уже поняли всякое может быть но тем не менее мы попробуем найти выгодный телефончик потому что все таки у меня в телеграм канале отбираются трубки только свежий которым около месяца двух месяцев и в основном я стараюсь убирать телефоны прямо в идеальном состоянии пошатрин приносится много трубок конечно же хочется отбирать не все что будет капитальное захламление соответственно цены повыше чем какая-то не за рыночная авито цена а кто-то хочет сэкономить и для этих людей мы сегодня делаем видео на котором мы будем искать с 23 ультра на 12 оперативки 256 и 512 встроенной оперативной памяти мы ставим 12 и начинаем выбирать состояние отличное ну и пускай хорошее тоже будет от частных продавцов разумеется перекупать сама будет продаваться рейтинг только 4 звезды и выше потому что видите объявление 194 рейтинг через это и выше 136 очевидно вот те вот 70 объявлений смутных профилей на хрена не нам не нужны потому что ну такое сами понимаете учитывая и так проводится куча хлама то вот стать их профиле на и продается и так что мы видим но мне нравится самая дешевая цена на ультра 58 тысяч рублей следующие цены какая-то странная сортировка подождите что-то надо подать а понял дешевле а вот другое дело самая дешевая цена на ультра начинается 39 тысяч рублей я уже вижу там битый экран 50 тысяч рублей разумеется будет битый экран это далеко не ходи оригинал сработает внизу правую маленькая точка это понятно полоска экран переклеивался здесь 50 тысяч рублей фоток нет но такое мы не к людям менялась полностью стекло в оригинале на мне интересно школу на экране дальше 53 тысячи рублей вот это уже становится интереснее за 53 тысячи рублей трещины экране не годится за 55 тысяч рублей так 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 трещины на задней крышке опять не слабое падение а мы бы все-таки не хотели брать телефон и после падения то что без диагностики знать как она повлияла на фокусировку камеры на микрофон на плату на камеру на сеть мы не можем поэтому с сильными падениями без чехлов мы не берем лучшего доплатить несколько тысяч рублей и взять без падений здесь что я могу вам сказать много надписей на задней крышке это значит буква бина конце номера модели буква бина конце номера модели это по идее то что нам нужно буква бишла на в арабские эмираты во вьетнам кавказ казахстан но еще европу если вот так вот много надписей потом с ей мусорная корзина это арабские эмираты и здесь тоже сильный скол на углу но в принципе царапина на корпусе дисплей в идеале звучит неплохо номинальная емкость акб 4 855 на это внимание обращать не стоит потому что эту емкость человек берет вот отсюда просто заходит в настройки и ставит самыми соединение телефоне сведения об аккумуляторе и вот здесь вот на любом телефоне у которого номинальная емкость 5000 рублей вот здесь вот будет 4 855 на каждой вашей 2321 22 ульта может эти настройки увидеть что у вас вот здесь будет в россию 400 4855 это число не меняется на протяжении всего времени использования поэтому эта характеристика она абсолютно ни о чем не говорит ну в принципе за 56 тысяч пускай даже код цена и без коробки вообще звучит неплохо на самом деле допускай ей год аккумулятор там уже чуть меньше 90 процентов но в принципе чем там брать 22 ультра как в прошлом видосе поняли что нужно их брать от 55 то такое себе дальше 58 здесь два телефона у одного на задней крышке есть надписи у этого на задней крышке почему-то нет как будто бы надписи тоже телефоны без коробочек и получается здесь у нас уже перекупщик по айфонам продает тоже состояние хорошие но что она подразумевает надо понимать потому что если у кого отлично тут хорошие какие-то косячки наверно там все-таки будут но это нужно опять же ехать смотреть фоток мало и так далее здесь мы видим опять длинную строчку на задней крышке одна длинная строчка длиной сопоставима с надписью samsung это корея там одна симка физическая в двадцать втором поколении было в двадцать третьем добавили еще и 2 и мэй но не вторую физическую сим-карту 2 есть им то есть либо у вас одна физической 2 есть им либо одна физическая и нет но несколько и сим в любом случае и физических у него не ставите задней камеры выглядят хорошо 12 256 кореи из полный русский язык и запись звонков работает мир пэй на конце номера модели вот буковка н у кореи отличительная особенность и в принципе сейчас скорее ничем неплохо если она не операторской не восстановленная то менять региона во мне на что не надо записанков есть не работает обновление прилетает все топчик поэтому в принципе корею брать учитывая что появилось есть им двадцать третьем поколении очень даже можно дальше что у нас 659 990 так ну вот здесь какая-то муть потому что смотрите нету и мэй на задней крышке и стекла камера сразу достаточно белесые похоже что крышечка то у нас вместе стеклами камер не оригинал а нет вру это у нас ноль на конце номера модели вот ноль на конце номера модели как вы уже знаете это гонконг а у гонконга нету есть им но есть 2 и мая значит две физические сим-карты в него вставить можно и получается что вы можете на спокойно пользоваться но мне все равно не нравится стекла камер на них либо защитные стекла стоят наклеены вот это вот может быть их ободки так близнят либо они какие-то белесые и вот тут хрен поймешь потому что если бы другая была в любая версия буква n на конце номера модели б и там и мы и пишут сзади если бы его не было крышка была бы не родная а на гонконге из завода не пишут так что можно заменить крышку и будет непонятно родная она или нет но здесь мы можем сказать что его маленький состояние любые проверки все супер но соответственно кому не нужна физическая сим можно брать и гонконг вот этот вот да единственное что хотелось бы убедиться что это ноль на конце номера модели он зашел в три страны гонконг тайвань и китай если гайку гонконг тайвань там есть play market все топчик если китай потом зато есть запись звонков но нету play маркета и приходится перепрошивать можно перепрошить гонконга на китай можно с китая на гонконг смотря что вам важнее либо google сервисы как на гонконге с тайванем либо запись звонков как на китае то и то не получится дальше соответственно это у нас снова арабские эмираты и снова in by apple там он продавал получается по 58 тут продает у нас тоже в одном же в отличном состоянии за 60 ну круто телефон и без коробок вперед продает муки вопросов ему не имеем этот вот с коробочкой запечатанный за 60 тысяч рублей при этом пишет что версия для китая как раз таки без google сервисов 5g хотя по задней крышке вот этой вот вот эти вот надписями это не версия для китая такая насколько я знаю было для других стран вот мы там вьетнам все дела короче такое наклейки не было в китае соответственно фотки похоже что не его ну и конечно же новые запечатаны для китая бы его купили здесь состояние указано не новое хорошее почему-то просмотров на объявление уже 512 никто не купил немного странно есть какая-то в этом муть пока что отключаемся как мы поняли за 60 тысяч в основном телефон выруется был и без коробок вот например бишка на конце номера модели добавить печаток пальца значит это что он не добавляется в высшем состоянии усказался без комплекта за 60 тысяч за 60 тысяч очень даже неплохо дальше еще один за 60 тысяч даже по периметру снизу наклеена заводская пленка кстати насчет тупости самсунга почему-то в 23 поколении до 22 клеили эти защитные пленки по периметру и даже когда в новые телефоны доставали из коробок они уже были все расцарапаны просто обудренности коробки еще как-то я не знаю но короче говоря этих пленок в идеале даже с коробки просто не бывает дальше любой проект зарядное устройство где он полоска посадки полоски посадку далековато от москвы если под правило это доставкой то выглядит очень даже неплохо не америка это нет что на задней крышке какие надписи есть крышка не видно не знаем что за версия сложно сказать коробки фото нет этого фото нет за 60 тысяч вообще дофига ультра я вот так сейчас смотрю и в принципе конечно хотелось бы с чеком потому что вот так по фоткам то понять восстановленный телефон или нет ремонтировался он или нет мы не можем каком магазине он дралась какое качество непонятно да хотелось бы конечно эти вещи видит уже кто-то продает из трещины да но у него зато видно по надписям на задней крышке что это либо кавказ гарантии по казахстан видите три знака сертификации и длинная строчка над ними номер модели где сделано и мы самое лучшее вероятно вид задней крышки по идее вот арабский тоже вид хорош там два серийника тоже сертификации есть но не увидите с трещины продается за 60 тысяч рублей вот у 512 гигов дальше что у нас еще имеется так еще за 60 вот эти вот фотографии какие-то да вот с такими вот ушатанными корпусами каких-то блин сиденьях автомобиля короткие мои сзади то ли америка то ли вьетнам хрен поймешь надо смотреть включать телефон я вот такие фотки не очень это подозрит опять арабский эмират и два знака сертификации окей это хорошо так 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 ну в принципе все состояние на 5 хорошие большие потертости но за 60 короче с потертостями взять ультру можно годовалую так уж точно это вот девушка продает у нее трещины за 60 нам не интересно этот за 60 трещина сзади на крышке этот за 62 без коробки уже зарезервирован еще и корее человек который зарезервировал стоит что-то корея сомневаюсь дальше тоже коротенькие мои сзади присутствует значит либо вьетнам либо сингапур бишка на конце номера модели но мы не видим код региона она чуть ниже было пролистать для сведения по чуть ниже вы пролистали там была бы версия под поставщика услуг и там мы увидели код региона который по таблице кодов региона можно посмотреть дмитрий f какой-то продает состояние очень хорошая экрана палки пара мелких царапин и короче пока что вот до 63 тысяч с коробками в идеале точно не было дальше 63 вот коробкой и вроде бы в идеале мишка 87 когда куплен но 12 23 кстати неплохо достаточно свежий меньше полугода еще на гарантии относительно других которые уже почти все годовалые это очень хороший вариант за свои деньги не вы прямо рекомендовал искать это объявление потому что видео выходит тогда когда эти объявления все актуальны потом покупался стиленки пять месяцев назад я бы советовал сразу после видоса гуглить с 23 ультра вы ехать в эту пущеная правда московского с далековато да но все-таки это самый дешевый самый свежий и самый идеальный вариант из тех что мы видели на сегодняшний день потому что опять дальше начинается без коробок без коробок перекупы перекупы без коробок 512 царапанная к ней ездил просто мой клиент уже так дальше 64 опять перекупы без коробок 64 900 америка кастомные за видео перепродажи вы уже знаете 64 900 без коробки 65 без коробки без коробки без коробки без коробки вот это с коробкой но это опять америка соответственно америка меню без русского языка на рту дальше шестьдесят пять с коробочкой арабские эмираты хорошие фотографии кстати говоря вот всегда понятно сколько пользовались телефоном по порту зарядки если у него уже много царапин значит пользовались долго если мама царапин значит пользовались мало очень все просто здесь на 65 тысяч рублей с апреля 23 года то есть ему опять же больше года конечно же тот телефон опять же выигрывает выигрывает и больше смотреть особые ничего что это опять без коробки америка судя по кастом нему цвету тут скинули цену тут есть какая-то коробка 65 тысяч рублей нам уже не интересно потому что мы нашли за 63 вроде бы на первый взгляд хороший вариант на гарантии если он там не падал и ничего не случалось то все топ дальше опять же у к цена и блин без соответственно коробок и дорого вот 512 но с пятном и полосой прекрасно 65 нахрен он нужен то есть вот одно объявление на всю москву по адекватной цене и с хорошим состоянием свежим потому что все таки годовалый телефон брать не хочется во первых кто знает как там чё с ним за год было насколько он убивался зимой от холода аккумулятор насколько он убивался летом от жары и вот эти вот вещи немного смущают год все таки долговато там до купли нацес он тоже почти год очень шутрая запись звонков полный комплект ну так в принципе окей они типа отличная но 66 тут же опять выгоднее 67 67 водка у пошли 67 но опять же наверное годовалый уже так 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 в пленочках по периметру осмотреть круто так 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 когда покупал написано комплекте версия с вами 70 чехлы был покупал в октябре двадцать третьего года использовал 4 месяца с октября так уже прошло гораздо больше типа сейчас лежит в коробке но если продаешь по причине покупки с 24 ультра значит и купил в октябре а продал когда вышла за 4 ультра октябрь и декабрь и январь февраль на может и правда на 4 месяца неплохо что я правда лежал так долго подавал бы сразу непонятно это немножко так дальше перекупы перекупы вот с часами интересное объявление часы наверно отдельно экране царапины 68 3d вместе с наушниками часами за 85 ну такое себе и часы 47 миллиметров 25 тысяч рублей зачем если я продаю за 22 смысла мало дальше дальше 68 продать перекупы 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 хочется участников брать потому что перекупов не будет цены там 63 на телефон который участника стоит 63 но в том плане что перекупы выставляют рыночную цену если 1 тоже перекупы с телефон там за 70 и за 60 туда же он пишет про тот который за 60 что отличие состояния что него просто больше был и в этом пленка и заклина какая-то царапина есть конечно люди которые работают честно сто процентов но я не хочу сейчас играть в эти вот игры угадай если вы близко то конечно прокатиться посмотреть можно но как по мне лучше доплатить его за 70 взять и сбоком зарядки и с кабелем и сколько он свежий насколько ну ка так 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 из коробки в броне перед матки в состоянии рождения нет но не пишет сколько а телефону два месяца вот топчик вот это уже аналогично моим объявлением видите есть телефон свежий то он столько и стоит здесь конечно без проверки но все-таки и не кавказ там то есть он без гарантии куда приехали как проверили так и купили но все-таки чехол пленки по периметру кабель всего 70 тысяч рублей по моему топчик по моему выгодно и зарядка оригинальный как отличить что оригинальное первых этот qr-код считывается во вторых вата написано ведь 45 ватт если бы не написаны ваты а только вольты тогда соответственно паль была бы мы достаточно четкой качестве всех печати вот если значит есть так далее эти точки конечно же поделать на просто вижу пока что печати и по ватам и по qr-коду вот но уже нашли несколько хороших вариантов не на 512 гигов конечно 512 только начинаются от 70 как я вижу это какие-то опять же достаточно старенькие точно не кавказцы и достаточно старые годовалые это 12 видимо надо смотреть все таки от 75 вот как они уже и пошли здесь еще 256 даже тут по 75 то есть те варианты уцепить похоже чудо на всю москву там два телефона мы нашли либо за 70 свежий крутым комплектом либо за 63 только с коробкой но тоже свежий четыре месяца ну примерно еще полгода гарантии нормас а вот 512 как-то туже цены идут к 80 кто-то крадет мои фотки это же мой подоконник вы понимаете как вы думаете насколько это объявление может быть реально то что я явно не фараон и описание как мои увидите ну то есть если им без ограничений бесконтактная плата просто я скалал два крутых чехла идем где там записанков чисто описание телеграм-канала хоть хэштеги стер моя рука мои часы блин мои пауэрбанки мой завал нечестно получается вот и вот они и кончились но тут уже по сотке кто-то выкладывает надеюсь непонятно что вот максимум надо брать за 80 на за 8 объявление раз-два и обчелся я бы сказал что вот что-то неплохое но нет тарелая коробка их вот так нету ни сбоку нигде разумеется вот этого коробка нормальная бишка но не написано странно не код региона нигде сделано и не поможет ли какой он страны как он будет работать в россии хотелось бы конечно с кодом модели на коробке без коробки вообще этот коротенький мы на 4 вьетнам без царапан и за 80 то 12 ультра по ходу блин 23 ценятся вот так вот чтобы сходу взять это выгодное не особо выходит придется брать 256 ну хотелось бы хотя бы одно объявление найти ну вот например не 256 я вообще не понимаю давайте-ка мы вот так дополнительный фильтр память только 512 состояние только отличное она это америка это америка это перекупщики те мужики встречались сегодня трижды это все также америка перепродажа америка перепродажа все накупили вам видео это америку по 63 тысяч а то из бонусами за 45 и пытаются теперь в тюрьму пусть сидят на ваша америка этом видео мы хотим нормальный телефон с русским языком со всеми частотами сумели симками здесь коробка левой потому что оригинальный коробок снизу черная наклейка с ими а здесь у нас получается белая часть коробка не родная уверен тренер кстати пластик будет как у восстановленных коробок то сложных телефонов дмитрий f нас не интересует сыром дмитрий f это один чувак у него был вроде бы крутой профиль на кучу отзывов его удалили что ли или что потому что у него было далеко не 10 отзывов жить у него размахта большой телефона в наличии много и вроде надо вам был профиль что-то чуть ли не на 300 или 400 отзывов а сейчас вам 10 по ходу пропукал но авито такое дело и он тоже пропукал так 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 это что зеленым этим видом хорошо сколько ему состояние превосходное питание рисует только обмен ok ну короче да дешевле 75 точно 512 ультр нету это фотографии фариду знаю такого человека на авито выставил объявление не фарид соответственно фотки карагина и опять же интересно так 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 кау сделано в вьетнаме сколько ему та самая версия кавказ на кого распространяется гарантии в россии да он только год с даты производства использовался тому что он только дома и крайне мало насколько по времени напиши нам и было понятие ты мы и замазала проверить мы не можем время использования тоже не написано короче 512 ультра дефицит от 80 тысяч рублей какой смысл если у меня новые запечатанные 85 87 телеги опять же лучшей версии для россии и не америка не совсем понятно вот что-то крутой подождите-ка запечатка не фотки разные здесь в пленке самсунг свои телефоны в пленку не запаковывать он заботится об экологии и более вот так криво что вот здесь эти торчат блин конечно же это не самсунговская упаковка и здесь телефон один тут телефон абсолютно другой здесь вот такая штука на коробке тут нету тут нет пленки тут есть вот оригинальная коробка это нет ну короче дичь новый запечатанный без торга спасибо ладно народ с вами был дима маслом надеюсь было интересно посмотреть вот такой вот я обложку сейчас сделаю и погнали